здравствуйте дорогие друзья сегодня мы с вами поговорим об очередном ноже произведенном китайской компании ганза нож был предоставлен для обзора официальным дилером этого производителя в россии и на украине кстати по промокоду заливаха по ссылкам в описании можно получить скидку на любую продукцию на сайтах которые там указаны скидка будет составлять пять процентов ножик о котором мы сегодня поговорим называется f41 джи би вот такой вот у него полный индекс ох уж эти ганза с их мульти брендовостью вот честное слово разобраться сейчас в том какие бренды у них актуальны какие они уже удалили можно только наверное с официальным представителем этого бренда в россии попытаюсь оставить с ними диалог что сейчас да как почему да как она теперь называется но в общем тем не менее вот это вот так называемый фиби на из то что вот раньше называлась firebird насколько я понимаю firebird то ли больше не существует то ли существует параллельно в общем не пойми что у них там происходит но тем не менее буду называть и ножи фиби nice накладки на рукояти ножа и вот такой небольшой спейсер сделаны из зеленого цвета стеклотекстолита джиттан при этом обработан он так знаете вот с одной стороны у меня нет никаких претензий а даже по своему есть определенный восторг с другой стороны видимо вот наверное из-за какой-то такой особой текстуры самого этого материала это явно его китайская версия ощущается он немного не таким как на американских ножах то есть это такая типичная обработка какая бывает на китайских ножах еще раз подчеркиваю она неплохая она просто ощущается буквально вот пальцами сама в себе коллеги по цеху на канале одного ножевого магазина последнее время стали называть китайские реплики или ножи которые явно имеют в своей основе чей-то чужой дизайн не репликами а ножами по мотивам ну знаете как бы довольно смешно немного это все звучит лично для меня потому что как ты что называется не называй элементарную кражу дизайна она от этого менее кражи не становится но тем не менее если про ножи компании ганза я зачастую думаю что все они сделаны так сказать по мотивам каких-нибудь европейских и американских дизайнов то последнее время мне часто попадают в руки ножи по поводу которых несмотря на всю свою погруженность в тему европейских американских и российских ножей я не могу сказать а что же лежало в основе дизайна этого ножа вот конкретно по поводу этого ножа у меня тоже нет никаких даже малейших предположений если они есть у тебя дорогой друг пожалуйста напиши мне об этом в комментариях потому что честно признаться я уже последнее время собираю целую коллекцию каким моделям ножей компания ганза уже протянула свои холодные щупальца отдельно хочу показать как всегда и обращаю внимание посмотрите на то как у этого ножа здорово обработаны фаски вот интересно что я понимаю что это отдельная технологическая операция которая стоит отдельных денег но тем не менее часто на даже на гораздо более дорогих ножах американского производства эта операция не делается с подобной тщательностью видимо надеются на то что раз материал используют подороже то пользователь проглотит так вот на данном ноже firebird fb никаких проблем с этим нет сделано все крайне здорово и еще один приятный нюанс здесь можно видеть что во всех вообще в принципе местах где теоретически лайнеры могли бы бесполезно выступать за накладки рукояти они утоплены внутрь это дает возможность не обрабатывать лайнеры настолько тщательно насколько это было бы необходимо сделать если бы они выступали из рукояти но с другой стороны наверное более сложная технологическая операция по поводу того чтобы собрать нож посадив лайнеры вот подобным образом тем не менее вот интересно что самые края лайнеров можно увидеть я не знаю сколько это удастся показать что они чуточку плохо обработано ну то есть так не совсем прям гладенько здесь ты не нужно в их руками где не касайтесь а в том месте где палец касается пружины замка лайнера проблем вообще никаких прям идеально классно сделал у меня на гораздо более дорогих ножах есть замки где вот это вот место пружины обработано гораздо хуже чем на этом ножи если отбросить разговоры о том на что этот дизайн похож кто бы изначально мог его придумать а говорить о ноже fh41gb вот какая от таком отдельном ноже вот просто я вижу нож первый раз мне нужно выразить свое мнение о нем то я вам скажу что это такой знаете удивительно средний нож причем средний это неплохая коннотация в данном случае а это скорее такой восторг вот здесь все сделано средне нормально и честно говоря вот в этом отношении нож меня ну как-то несколько удивил у ножа не совсем такая клипса какая она чаще бывает на ножах компании ганза обратите внимание здесь есть специальный фрезерованный пас на накладке куда это клипса устанавливается но тоже на два винта при необходимости можно снять но именно только можно снять никакого другого паза куда вы могли бы эту клипсу переставить на же нет ни впереди ни сзади почему кстати не знаю потому что здесь совершенно явно что конструкция никак не мешала по крайней мере сделать такой же паз для установки клипса с другой стороны рукояти ну видимо посчитали это не очень нужен у меня сегодня в руках флиппер и у него такой небольшой относительно изящный плавник насечка на нем есть но вы знаете вот так пальцем я ее почти не чувствую единственно пожалуй что она четко выполняет свою функцию не дает пальцу вот просто проскочить вот так по плавнику как могло бы быть если бы он был совсем гладким открывается нож тоже пушечный здесь простейшие подшипники внутри но они как всегда это бывает на ножах такого толка прекрасно работают никаких проблем открывается из любого положения совершенно запросто ну те кто не любит открывать заплавник здесь конечно будут испытывать определенные затруднения у ножа клинок достаточно глубоко заходит в рукоять открывать его так двумя руками например как некоторые любят ну будет как минимум не совсем удобно в этом ноже вы знаете все обыкновенно нормальный размер ну прям действительно нормальный довольно таки обыкновенный баланс ну вот так то есть ничего такого он ровно в задней части под пальцевой выемки как у всех скажем так нормальная длина клинка хорошая такая действительно без всяких но геометрия которая с одной стороны позволяет иметь достаточно толстый обувь для того чтобы нож был более-менее универсальным но при этом тонкий кончик и высокие спуски которые позволяют быть уверенным в том что режущую работу нож тоже будет выполнять хорошо хороший такой знаете ли средний нож и качество изготовления вот такое знаете это не похоже на то что мы знали как ножи компании ганза еще года три назад это скорее более похоже на современные такие относительно недорогие но хорошо сделаны китайские ножи ганза собственно производитель крупные пожалуй именно они наверное были компании которая ну скажем так заложил эту тенденцию начать относительно недорого пусть и чуть дороже чем раньше делать ножи ну скажем так вполне вполне нормально сделаны то есть это такие ножи которые за свои деньги возможно являются лучшими один лайнер у ножа вот так вот в меру облегчен есть сверловка такая определенная скелетизация с другой стороны ничего подобного нет там пружина какого-то ощущения вот такого дисбаланса у ножа не возникает из-за этого хотя на некоторых ножах такое можно все-таки увидеть но и главное это конечно баланс баланс у него как у большинства складных ножей вот такой вот как бы в дальнюю половину под пальцевые выемки ты сбалансированный хват у ножа если рассматривать фехтовальный или допустим мало точно ощущается примерно вот таким на самом деле такой он у большинства складных ножей есть возьмете в режущий хват будет немного перевешивать в рукоять что общем-то в ряде работ бывает даже удобно для ножей такого размера знаете друзья бывает иногда попадают в руки такие ножи которые с одной стороны мне вроде бы все нравится а с другой стороны вот сказать особо нечего знаете как вспоминается вот этот анекдот по поводу того что есть о чем вспомнить не о чем рассказать вот это примерно такой же все нравится а рассказать по большому счету нечего потому что нет в этом ножи ничего необыкновенного здесь все сделано просто по таким знать вот прям действительно серьезным каноном построения нормальных складных ножей на каждый день без вот какой-то изюминки без какого-то особенного уклона обычный нормально придуманный универсальный нож в ганза меня уже немного утомили тем что постоянно меняют какие-то свои бренды но к счастью последнее время они стали подходить к этому вопросу так вот прямо на клинке есть надпись made by gun за что как бы в общем не дает вам возможности перепутать ножи их производства с какими-нибудь другими несмотря на то какой очередной там новый бренд они на него налепят ну собственно говоря такой подход имеет место быть что там себе думают китайские маркетологи я не знаю мною просто он лично как-то плохо воспринимается но с другой стороны понятное дело что наверное они просто пытаются как-то дистанцировать свои современные ножи от того что компания выпускала раньше по той причине что но это ножи действительно сделаны совершенно по-другому вот чем меня порадовала компания ганза в этом конкретном ноже так это тем что на нем не использован их замок axis lock который лично я считаю что они за довольно уже длительное время его производства так и не могут научиться делать со стабильным уровнем качества у них тот замок то работает хорошо то вообще работает плохо то с него клинок слетает при каких-то ударах по обуху но в общем много там есть всякого и самое главное что я честно говоря думал что качество будет просто постепенно расти но нет с годами продолжают попадаться экземпляры на которых она совсем плохое и встречаются экземпляры на которых все очень сильно неплохо но вот у этого ножа самая главная проблема вставления сюда аксиса заключается в том что у него такая форма рукояти что здесь для нормального аксис лока было бы ну скажем так маловато место по крайней мере для такого как его делать компания ганза и здесь слава богу инженеры догадались сделать лайнер лок спасибо ребят большое надеюсь что вы чаще будете так поступать просто пытаться немного думать о какой замок правильнее использовать на той или другой геометрии рукояти и ножа вообще здесь получилось клинок ножа сделан из китайской вариации стали d2 что в общем на ножа компании ганза пожалуй свидетельство довольно высоком качестве ножа и некоторым его отрыве от ножей стандартных потому что чаще всего они делают такие ножи подешевле из 440 си тоже китайской а вот d2 это такой удел ножей чуточку подороже тут с одной стороны нож недорогой но с другой стороны сталь ну как бы не зажали вот такой вот логотип firebird насколько я понимаю все таки здесь нарисован с другой стороны надписи которые говорят о том что этот нож выпущен под брендом фибий найвс компании ганза указано наименование стали и номер модели ну и посмотрите на самом деле как прикольный у этого ножа сатинчик вот прям действительно здорово сделан очень приятный такой потом снаружи видимо галтован слегка потому что вот сатинирование не ощущается пальцем когда водишь вот так по клинку очень хорошо смотрится но самое конечно главное здесь это с визуальной точки зрения очень приятная форма клинка вот честно скажу что давненько вот уже не сталкался с тем что клинок не просто микрокозябристый но с другой стороны и не совсем классический то есть с одной стороны дроп-поинт причем со спусками от обуха ну вот вроде бы классика вот с другой стороны вот это вот такое на манер канадских ножей пусто если хотите вот она прям греет душу очень здорово сделано очень прикольно смотрится а самое главное что это не только прикольно смотрится это еще и явно даже не пробуя можно сказать что будет очень здорово работать нарез у ножа достаточно немаленький обух как видите но при этом довольно таки деликатный кончик ну в общем то наверное когда вы говорите об универсальном ноже то есть если вы создаете не резак а все-таки такое что-то более несколько универсальное такой подход можно считать правильным с одной стороны спуски достаточно высокие и геометрия клинка такая что в режущей работе этот нож будет достаточно хорош с другой стороны если уж вам крайне потребуется что-то действительно например ножом приподнять то если вы сможете достаточно глубоко его просунуть можете поднимать как бы краем обуха клинка и тогда скорее всего ваш нож не пострадает это в общем то наверное полезно для тех у кого и диссину такое более или менее разнообразно я вот например своими ножами больше режу поэтому предпочитаю ножи с клинками потоньше но тут конечно у каждого свой вкус и у каждого свои задачи по меркам китайского ножа за свою цену здесь использованы просто отличные материалы хотя ничего особенного вы на нем не увидите стеклотекстолит джетен он немного не такой как на американских ножах судя по всему его в китае и делают видимо американцы пользуются ну каким-то другим производством возможно тем которая расположена прямо на территории сша он чуточку другой но он еще и при этом довольно таки приятно обработан клинок но мало того что он хорошо сделан с точки зрения внешности у компании ганза на самом деле нет каких-то таких огрехов технологических чисто в производстве когда там кривые подводы там кончики и прочие такие вещи с этим все здесь в порядке совершенно нормально но и сталь до 2 до китайская до 2 ничего такого опять-таки особенного но когда вы выбираете себе китайский нож до 2 это пожалуй один из самых интересных вариантов которые они могут предложить вот в этом ценовом диапазоне когда используются не американские а китайские стали надеюсь что вам это было интересно большое спасибо за просмотр пока